В Люберцах прошла 29-я конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Партийцы заслушали отчёты об итогах работы за 2023 год и обозначили планы на ближайшие 12 месяцев. Люберецкое отделение «Единой России» — одно из крупнейших в Подмосковье. На территорию округа функционируют 173 первичных партийных ячейки, насчитывающих более 3,5 тысяч человек. Владимир Ружицкий поблагодарил партийцев за активную работу и выступил с докладом, в котором акцентировал внимание на наиболее важных вопросах в деятельности местного отделения партии. Главная задача прошедшего периода — это мобилизация всех сил и средств нашей партийной организации для проведения выборной кампании 2023 года. Результаты выбора показали, что с этой задачей мы справились успешно. Партия и её кандидат Андрей Вич Форобьев одержали твердую победу на выбор. Так, избиратели региона отдали «Единой России» почти 83,5% голосов. В округе реализуются 24 партийных проекта. В их основе государственные программы, отражающие приоритетные для жителей сферы здравоохранение, образование, благоустройство, безопасность и социальная политика. Работа люберецких единороссов и дальше будет направлена на улучшение качества жизни. Продолжить работу по реализации народной программы «Единой России», обеспечить внесение её состава, наказывая избирателей по итогам выборной кампании 2023 года. Продолжить совершенствовать работу местного отделения и активизировать его участие в общественно-сполитических мероприятиях Московского на основном отделении партии. Наращивать эффективность реализации курса нашего губернатора и правительства региона для улучшения жителей Подмосковья. Работа фракции «Единой России» в городском округе Люберцы признана удовлетворительной. В ходе работы конференции участники рассмотрели вопрос и об изменении руководящего состава Политсовета. Владимир Ружицкий, занимавший должность секретаря местного отделения с 2005 года, сложил с себя полномочия. Сегодня были это некие решения, но за предыдущие годы, за предыдущую работу всем огромное спасибо. Впереди много разнообразных задач, достаточно сложных и непростых. Поэтому я искренне желаю, чтобы все получилось. Поэтому еще раз всем огромное спасибо за работу, за внимание, за понимание. Поэтому я абсолютно убежден, что у нас будет только дальше лучше, краше и интереснее. Путем тайного голосования большинством голосов секретарем местного отделения партии «Единой России» избран действующий глава-люберец Владимир Волков. Наша партия всегда была в лидерах, всегда была в тройке лучших партий Московской области. Но жизнь вносит свои коррективы. Секретарем партии избран Владимир Михайлович Волков. Мы вместе, мы одна команда, мы будем двигаться к результату. Я уверена, что у нас все получится. Очень приятно, что мне оказано такое доверие. Конечно же, это в первую очередь ответственность, это серьезная работа. Работа с партийцами, работа с населением, работа на результат. Задача, еще раз повторюсь, дотянуться до каждого человека, решить все сложные вопросы. Поэтому чем сплоченнее мы будем, чем более внимательно слышать наших жителей, те посылы, которые нам дают пожелания, и тем результат будет виднее для всех для нас. Также в ходе заседаний избрали делегатов на 28-ю конференцию Московского областного отделения партии. Она пройдет 22 ноября в Подмосковном доме правительства.